Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Илья. Я являюсь ведущим тренером Milano Cosmetics. Мы представляем бренды такие как Envy и Ravel эксклюзивно на территории России. Сегодня я хотел бы вам рассказать о палитре Ravel. Что же это за палитра, что она в себя включает? Палитра Ravel, как мы тут видим, слово замечательное, ColorPlex, с инновационным комплексом CuttyClex. Данная палитра, краска, содержит Plex в своем составе. Это говорит о том, что окрашивание будет происходить более щадящим. И при этом с каждым последующим окрашиванием идет накопительный эффект, и волосы не истончаются, а наоборот уплотняются. При этом вы видите максимальный блеск, максимальный цвет, многогранные цвета здесь более прозрачные, блонды восхитительные. Сейчас я вам все покажу. Да, и еще примечание. Если мы говорим о ампулах Plex, то, соответственно, их сюда добавлять не надо, потому что они там уже есть. Ампулы можно добавлять в пудру и в любую вашу краску, которая у вас представлена в салоне. Рассмотрим палитру. Значит, здесь у нас идет инструкция о краске, время выдержки, пропорции смешивания. Все здесь представлено. Цветовой круг. Цветовой круг, то есть какой оттенок где находится. Все мы с ним, парикмахеры, уже знакомы. И хочется показать уже всю палитру оттенков. Могу ее так тоже показать. И разберем постранично. Ряд с двумя нулями. И присутствует ряд с нулем. Если вы сейчас подумали, что это ряд для окрашивания седины, то это не так. Седину окрашивает вся палитра на 100%. Причем формулы очень простые. О них я тоже расскажу. Значит, цвета с двумя нулями. О чем это говорит? О том, что в данном уровне, в данных уровнях, в натуральном ряде, у нас холодный оттенок преобладает. В нулях у нас преобладает теплый оттенок. Далее. То есть, если вы хотите затонировать блонд, Вы можете взять 9-2-0, 10-2-0 и получить обалденный результат. Хотя все скептически относятся к нулям, но вот в данном случае есть 0 с холодным направлением, и это бомба. Далее, 0-2 направление, жемчужные цвета подходят безумно круто для тонирования волос. Также, если у вас 7 уровень глубины тона натуральный, то при добавлении фиолета, но если вы знаете колористику, да, если вы мастер парикмахерского искусства, если вы колорист, то знаете, что на 7 уровне у нас оранжево-желтый фон осветления, туда необходимо добавить фиолет и синий для того, чтобы получить максимально чистый цвет. И вы получите 7-0-2. Конечно, чуть более искаженные, но опять же холодные оттенки получить на самом деле на натуральных волосах довольно-таки трудно, потому что свой пигмент, меланин, да, он препятствует тому, чтобы холодный цвет распределялся по волосу равномерно. И сразу хочется разобрать, синий цвет, да, основа холодных оттенков молекула очень большая, поэтому она распределяется снаружи кортекса, ближе к кутикуле, и, соответственно, самое первое вымывается. И вот представьте, что волос наполнен вот на 7 уровне оранжево-желтыми пигментами, кругляшочками такими, и мы туда внедряем большую молекулу синего. Да, поверхностно он ляжет, да, сядет, но такой цвет будет держаться недолго, ну и, соответственно, быстро вымыться. Но если мы, допустим, будем красить не 7 уровнем, там дальше пойдем по пеплу, 6 уровень, 5 на затемнение, то, соответственно, такие цвета будут держаться долго. По поводу холодных оттенков, да, нам нужно довести волосы вот до такого состояния пудрой, естественно, обесвечивающей пудрой. То есть, блонд это не цвет, блонд это структура, а структура блонд это более тонкие волосы, которые, в которых отсутствует фиомеланин, оранжево-желтый пигмент. Ну, желтый там остается, потому что если мы вытесним полностью желтый цвет, волос разрушается. Поэтому для того, чтобы сохранить волосы, мы их прям вот до белого оттенка не выводим, потому что они просто-напросто рассыпятся. Ну, так вот, на этих белых волосах любой цвет раскроется шикарно, особенно холодный. На таких волосах холод вы не получите, на таких тоже не получите, на таких не получите хороший холод, потому что, видите, желтый цвет, он препятствует холодному оттенку. Мы его можем нейтрализовать, но давайте подумаем, если взять, к примеру, вот такой цвет 8.3 и сделать его холодным, что нужно сделать? Добавить фиолет. Фиолет ляжет на золото, золото получится у нас коричневым. Ну, то есть, фиолет нейтрализует желтизу, но получим коричневый оттенок. Если у нас будет в краске холодный цвет, там пепельное направление, то получится коричнево-пепельный цвет. Логично. Все очень логично. То есть, для того, чтобы получить максимально прозрачный холодный цвет, рекомендуется осветлить волосы до 10 уровня. Не осветлили до 10, а осветляйте. Все. Далее. Пепельное направление. Здесь оно указано единицей. То есть, есть 1, 10 цветы, синий, черный, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1. Если мы говорим 7, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, можно красить смело на волосы, наносим на уровень 7, 6 и уходим на затемнение. Если мы говорим про осветление, допустим, с 7 уровня выйти на 9, 1 краской невозможно. Фон осветления вам помешает. 8, 1 получить невозможно, потому что, посмотрите, структуру 8, 1 и 7, 1 по цветам. Этот плотный, этот прозрачный. Естественно, вот этот цвет подойдет для тонирования идеально, для окрашивания натуральных волос. Просто не хватит пигмента. 5, 0, 1, 6, 0, 1, 7, 0, 1, 8, 0, 1, 9, 0, 1. Эти цвета предназначены также для тонирования, для окрашивания. И в данном случае он является более серым. То есть, если вы любите цвет серой кастрюльки, пожалуйста, 9, 0, 1, 8, 0, 1 вам помогут. 11, 21 не является супер осветляющей краской, но работает на натуральных волосах с 7 уровня. Предназначен для того, чтобы вывести в 10 уровень с максимальной нейтрализацией фона осветления. То есть, вы можете получить чистый 10 уровень. А если волосы будут тонкие, вы даже получите перламутровый оттенок. 5, 0, 8, 6, 0, 8, 7, 0, 8. Это ореховые оттенки. Такой, знаете, получается холодный коричневый нюанс. И очень натуральный. Я бы их, конечно, использовал, к примеру, так. 5, 0, 8 корень. Да? И делаем растяжку в 6, 0, 8, 7, 0, 8. Либо делаем какие-то акценты, пряди. И это смотрится живо, и это смотрится как с обложки журнала. Стильно, модно. 7, 13, 8, 13, 9, 13. Также я бы рекомендовал для тонирования ранее обесвеченных волос. Это пепельно-золотистые цвета, то есть, оттенок холодный песочный. Также есть цвет 10, 13, 11, 13. При добавлении 1 см фиолета цвет получается восхитительный. 31 направление золотисто-пепельные цвета, то есть, это больше теплый песок. Если 13 холодный песочный, то 31 это теплый песочный оттенок. Выглядит, конечно, дорого, красиво. 0, 3 направление теплый коричневый оттенок. Опять же, безумно круто растяжки делать. 5, 0, 3, 7, 0, 3, 8, 0, 3 тонировать. Да, гармония цвета восхитительно получается. То есть, я всегда против за однотонные цвета. Почему? Потому что это смотрится неестественно. То есть, естественно, то, что неравномерно, что объемно, что имеет несколько оттенков, это на самом деле очень круто. А, кстати, если посмотреть даже на натуральные волосы, вот даже у меня натуральные волосы, мы видим плавную растяжку цвета. Это у меня волосы выгорели на солнце. И это смотрится естественно, это смотрится круто. Если бы это были волосы одного цвета, то смотрелось бы как будто у меня на голове парик. И так же происходит с цветами, когда вы красите ровно в один тон эффект парика. Не всегда, конечно, но он бывает. 0, 4 направление коричнево-медный цвет. Это когда любят теплые оттенки. Идеально подходит для цветотипа осень. Особенно вот эти вот яркие. Вот эти. С четвертого по шестой. Для весны седьмой-восьмой уровень. Далее, так, кстати, по цветотипам мы разбираем тоже на наших семинарах, как подобрать цвет, чтобы клиенту это шло. Но то бывает так, что красим волосы, цвет получился идеален, все круто. Просто шикарно. Смотрим в зеркало, клиент недоволен. И вы понимаете, что цвет как-то что-то с ним не то. Вроде все хорошо сделано. Клиенту не нравится. У мастера недопонимание, что происходит. А все просто. Неправильно подобрали цвет, не под тот цветотип. Все. Тридцать второе направление. Золотисто-фиолетовый цвет. Золотисто-перламутровый. Цвет шампань. Данные оттенки, опять же, идеально подойдут для тонирования. Для натуральных волос тоже подходит. Но, опять же, говорим, если мы про восьмой-девятый уровень, то, конечно, тонирование только. Медь. Видите, как переливаются медные оттенки. Яркие, сочные. Если, когда мы будем разбирать другую палитру, NV, вы увидите, что цвета там более темные. С чем это связано? С тем, что NV, более коммерческая палитра, это палитра более фэшн. То есть, для тех, кто любит выделяться, для более таких креативных ребят. А NV это для более таких консервативных людей. Но, опять же, есть свои преимущества там и там. 5,64, 6,64, 7,64. Красно-медный цвет. Очень насыщенные, очень дорогие цвета. 66-е направление. Интенсивный красный. Даже бордо такое. 5,66. Очень красивый. 5,60, 6,60, 7,60. Цвета также красные, но с добавлением натурального. Круто красят седину. 67-е направление. Фиолетово-красный. Красно-фиолетовый. Фиолет. Посмотрите, как у нас играет фиолет. Он получается очень насыщенным. Очень. Для креативных окрашиваний, для креативных растяжек. Вот самое оно. Пятое направление у нас махагон. Махагон это красный с добавлением синего. То есть получается красно-фиолетовый легкий такой оттенок. Фиолет здесь красный в основном на первом месте стоит. То есть приглушенный красный, ближе к холодному оттенок. Тысячный ряд. Тысячный ряд у нас смешивается, кстати, в пропорции 1 к 2. Супер осветляющая краска, которая работает с 7 уровня глубины тона, рассветляет до 10, при этом придавая оттенок волосам. Чем тоньше волос, тем ярче цвет вы увидите. Более насыщенный. Чем волос более плотный, соответственно, цвета будут не такие, как в палитре, естественно. Потому что это цвета очень прозрачные. И вот у них должна быть структура блонд по длине. То есть, конечно же, мы можем достичь, опять же повторюсь, на более тоненьких волосах. То есть 7 уровень. Но опять же не совсем тонкий, да, все в меру. 3 нуля. Цвет, который разбавляет все цвета. Как им пользоваться тоже на одном из семинаров расскажу. 902, 932. Данные оттенки служат для нейтрализации желтизны. 902 у нас придает холодный оттенок. 932. Более теплый перламутровый. Вот такое вот сочетание. Шампань. Очень крутые оттенки. До 15 минут время выдержки не передерживать. Работают они вот с таким вот активатором. Активатор X у нас имеет процент 1,8. Соответственно, предназначен для тонирования. То есть, с этими цветами поаккуратнее, да. То есть, нанесли на волосы, на блонд. И пошли куда-нибудь там перекусить. Еще что-нибудь поделать. Возвращаетесь. А она у вас уже такая стальная, холодная. Хотя хотела прозрачный блонд. Так что, не забываем про клиента, когда наносим вот эти средства тонирующие. Два оттенка. Их можно добавлять в цвет для того, чтобы придать серого оттенка. Ну, более такой стальной цвет. Либо в чистом виде для креативных окрашиваний. То есть, тут есть темный серый цвет и светло-серый цвет. Тема крутая. Используется также с активатором. И вот. Хит из хитов. Перманентные. Прямые. Красители. Используются для вот таких вот окрашиваний. Для цветных окрашиваний. Можно наносить в чистом виде. Мы выдавливаем из тюбика, допустим, фиолет. Мы получаем фиолет. То есть, прям в миске мы уже видим фиолетовый оттенок. Нанесли на волосы. Выдержали до 20 минут. Все. Смыли кислым. Технической группой шампуней. Шампуней с кислым PH и бальзамом с кислым PH. Цвет зафиксировали. Все. Клиент доволен и ходит. Для более стойкого результата. Смешиваем с активатором. Либо с 3% оксидентом. В пропорции 3 к 1. 30 грамм фиолета, к примеру, 0,7. 10 грамм активатора, либо 3% оксидента. Хотите более разбавленный цвет. Берете 1 к 1. Можно 2 к 1. 3 к 1. То есть здесь вы становитесь... Вообще вы должны быть как художник. В данном случае мы работаем прямыми цветами как художники. Соответственно, импровизируйте здесь. Также 3 к 0. Благодаря данному корректору мы разбавляем все цвета. И вот на примере красного... Вот представьте красный цвет и добавляйте в него белый. Получится розовый. Поэтому то же самое произойдет и с данным корректором. Разбавит насыщенность красного. Сделает оттенок розовым. Так что, уважаемые коллеги, вот такая вот замечательная у нас палитра. Более 100 оттенков в палитре. По поводу седины не сказал, но сейчас скажу. Значит, если мы видим 0... 0,8, 0,3 цвета, да? Где есть 0 присутствует? Вот, 60. Соответственно, эти цвета закрашивают до 100% седины. То есть, любой берете цвет, ничего туда не добавляете, красите, получаете оттенок. Преимущество то, что палитра работает на 3% с сединой. И также может работать на 6% в зависимости от ситуации. Но поддающуюся седину, хорошо поддающуюся, да? Смело мы красим на 3%. Все закрашивается идеально. По поводу остальных оттенков, где нет вот второго, ну, после точки нулей. До 60% седины. Любой цвет красит на 100%, закрашивает седину. Если мы говорим о седине выше 60%, то, соответственно, что мы делаем? Ну, вот, к примеру. Хотим получить яркий цвет. Россия не хватает ярких окрашиваний. Ходишь, все коричневое, серое, тусклое, неинтересное. Хочется яркости какой-то. Даже, кстати, коричневые оттенки можно сделать яркими, добавив пару прядок. То есть, допустим, 5.04 взяли корень, длину тоже сделали там 6.04. И в 6.04 капнули там 6.04. Все, вы получили несколько прядок более ярких. Это очень круто смотрится. Но вернемся к седине. Хочу 6.04. Что я сделаю на седине 100%? На 100% седине. Я возьму оттенок 6.3. Почему 6.3? Потому что 3 это золото. Если я хочу окрасить волосы в теплое направление, я, конечно же, для создания формулы беру золото. И по следующей формуле она у нас не меняется. То есть, куда-то делся 6.04. 6.04 30 грамм плюс 6.3 15 грамм. 6.04, прошу прощения, 35 грамм. 6.3 15 грамм. 35 плюс 15 равно 50 грамм. И далее уже от типа волос мы выбираем оксид. Это может быть 3%, это может быть 6%. И, соответственно, время выдержки 45 минут. Получаем идеальный цвет. Так что, уважаемые коллеги, на сегодня все. Это был Рейвел. Это был Илья, технолог Рейвел и НВ. Сегодня я рассказал вам о краске, в которой состав, в которой ходит Плекс, который основан на растительном кератине. Краска с эффектом восстановления. Краска придает безумный блеск, которого вы еще не видели на своих волосах. А если видели, ну это круто. Если вы реально встречали такие бренды, которые вам дают прям блеск и качество. Но также вы можете попробовать Рейвел и оценить это качество реально. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. До новых встреч.